дорогие любительницы вышивки с огромным удовольствием приветствую вас гостях канала crystal night меня зовут любовь в сегодняшнем видео как обещала хотел показать вам итоги своего оформления переоформления своих больших картин многоцветных вышивок тех которые вы видите сейчас на своих экранах начиная с левого верхнего угла и двигаясь по часовой стрелке это встреча на башенных ступенях фрагмент от и волги мария выполненная по схеме мария магдалина от ст с моими изменениями схемы миранда от елены петровой прекрасная sm также выполненная по схеме ст малый вариант и по центру располагается последняя моя завершенная вышивка это розы и флоксы по схеме ст я сегодняшнему видео хотел показать вам итоги оформления роз и флоксов а также от миранды от елены петровой которые вы еще не видели то есть в сегодняшнем ролике вы увидите это оформление впервые но остальные три работы в оформленном виде я вам уже показывала они давно оформленные давно висят давно меня радует почему же они в этом ролике дело в том что я поставила на них музейные стекла в одном из своих давнишних видео я рассказывал о том что канал кристалл на это канал созданный для души для общения для каких-то своих вышивальных зарисовок но так получилось что он принес хоть какой-то доход за даже не помню четыре года по моему я на ю тубе и ни разу я не получала выплат от этой площадки потому что канал небольшой просмотров очень мало нас девчонками небольшой круг такой увлеченных вышивкой лиц и соответственно доходы очень-очень небольшие и вот так вышло что по истечению почти четырех лет моего присутствия на youtube у меня наконец накопилась сумма в 100 в 100 долларов которые можно вывести то есть youtube выплачивает только по достижении 100 долларов доход и я никак никак не могла набрать это количество эту сумму и я сразу решила что когда вышла даже первую вот свое см я сразу решила что буду все свои многоцветные работы оформлять музейным стеклом и на это я направлю исключительно средства которые я заработаю на youtube из семейного бюджета я зареклась брать деньги на оформление своих работ именно на музейные стекла потому что это просто уже прихоть такая достаточно дорогая вот поставила я себе цель накопить эти несчастные 100 долларов и переоформить убрать обычные стекла своих любимых работ и поставить на них музейные стекла вот такая была моя мечта я вам об этом говорила я просила вас помочь мне в этом деле включая репосты и огромное спасибо всем кто включился в этом помогал продвижению видео и накоплению мною этой денежной суммы и вот в один момент эта сумма была набрана и совпадение тут получилось просто я не знаю какое такое наверное в тысячу лет совпадение бывает youtube выплачивает доход в определенные числа я получила его в двадцатых числах марта 2022 года и на текущий по текущему курсу youtube от сенс переводит автором денежку и так получилось что я рассчитывала ну когда я задумала это что 100 долларов это порядка шести с половиной вроде как тысяч рублей я хотела оформить ну переоформить ну пару своих работ но так получилось что именно в день когда youtube переводил автором и получается мой первый и единственный в жизни гонорар от деятельности на ютубе курс доллара составил более 100 рублей и был максимальным вообще за весь период как когда я помню вообще за весь период наблюдений даже аналитики просто трейдеры рисовали вот такой вот график это реальный курс доллара и вот звездочка на пике этого графика это именно тот день когда был выплачен мне доход от моей моей деятельности на ютубе вот получилась такая спаская башня у нас все ее здесь в россии рисовали потому что уже на следующий день как вы видите пошло снижение 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 и сейчас уже там курс доллара который там достигал тех цифр которые мы не видели вообще с 2014 года то есть очень низкий но на тот момент именно вот на пике это был именно этот день и вот такое вот совпадение что просто нереальное какое-то и благодаря этому высокому курсу я получила я получила около 12 тысяч рублей вот и само собой я переоформила на одну работу больше потому что позволял мой доход вроде сто долларов и сто долларов но в рублях получилось это намного больше но мои картины от этого только выиграли и сейчас я хочу вам показать их не ну несмотря на то что вы все видели их оформление но я думаю что вот так вот в сборе одна картина будет сменять другую будет очень интересно вспомнить о новым зрителям посмотреть как я оформляла свои работы будет 5 красивых работ думаю в красивом оформлении сразу хочу отметить что на канале по каждой из вышивок представленных сегодня есть собственный плейлист в котором собраны ролики от подготовки до самого последнего крестика или стежка сделанного по этой работе по некоторым есть и видео об оформлении итак начну свой рассказ с работы встречи на башенных ступенях от дизайнера лены золотка из группы и волка эта работа вышивалась мной в прошлом году она выполнена по картине хили лиль и хильди бранд встречи на башенных ступенях по балладе горе хили лиль я читал и балладу и рассказала об этой картине в своем первом ролике об этой работе ну и показывала вам ее в оформленном виде оформление здесь в деревянный багет валенсия винтаж с паспорту от компании берег это наш саратовск наш саратовская компания насколько я понимаю занимается собственным производством это очень красивая паспорту она выполнена как похоже на какой-то камень но очень плотная сам сам картон очень твердый неоднородный изменяет свой цвет при попадании света мне очень понравилось и срез здесь выкрашен в теплый серебристый цвет и как вы можете видеть здесь поставлено музейное стекло в прошлый раз я вам показывала работу без стекла я его снимала чтобы было хоть что-то видно потому что обычность в обычное стекло мы видим все что угодно кроме самой вышивки ради которой вообще все и затевалось но как вы видите здесь абсолютно не видно никакого музейного стекла вообще что здесь есть какое-то стекло иногда будет отражаться свет люстры и будут такие зеленые точки это отражается люстра и вот такими приглашениями оттенками если увидите то это так отражается люстра в музейном стекле ну и вообще все блестящие сверкающие источники света вот музейное стекло я как уже сказал здесь абсолютно не видно мы можем рассмотреть всю работу и так вот такая чудесная работа радует меня всеми своими деталями незамутненными с марта с конца марта 2022 года когда я наконец сменила обычное стекло на музейное все-таки музейное стекло это вещь это гениальное изобретение я очень рада у меня уже много картин с музейным стеклом выполнены и все свои многоцветные работы я буду оформлять именно с музейными стеклами чего бы мне это не стоило и даже малышку помните тигренка своего я тоже оформила с музейным стеклом вот в круглую раму да это стекло до дорогое но оно стоит того я вижу свою работу я вижу каждый стежок поэтому очень очень благодарна всем тем кто помог достижению моему моей цели я очень рада что не потратила из своего семейного бюджета на эти стекла денежки а направила туда именно доход от ютуба это знаете очень греет душу вообще очень это просто какое-то достижение цели и моральное удовлетворение стекол я не вижу но в этом их и плюс и так следующая моя работа на котором были за было заменено стекло это работа мария прекрасная которую я вышивал тоже в прошлом году и оформлена она также была ну практически сразу прошлым летом по-моему это было да я мучилась с оформлением и встречи на лестнице я вам показала сначала а сейчас показываю марию хотя оформление было в обратном порядке сначала я оформила вот эту свою работу и потом уже подгоняла оформление встречи на лестнице именно под свою марию потому что они у меня висят вместе встречи на башенных ступенях висит над марией а по ширине они одинаковые смотрятся великолепно у них идентичные цвета коричневый красный синий и смотрится так в общем гармонично то что нужно итак моя мария оформлена то есть в тот же самый багет с тем же самым паспарту срез вы также выкрашен в теплый серебристый оттенок и обе эти рамы они покрашены историю оформления также вы можете посмотреть на моем канале в соответствующем плейлисте о вышивке мария красила мне багет катерина из багетной мастерской картуш и в городе саратове кстати компания выполняет оформление дистанционно выполняла она оформление и эльфики для жени золотаревой очень здорово получилось и можно отправить свои работы не бояться и дизайнеры сделают максимальное из-за того что возможно вообще этот багет был очень такой пестрый черный и катерина помогла мне добиться того чтобы багет смотрелся как продолжение паспарту и от этой работы я просто в восторге я вам уже рассказывала вот но сейчас мы смотрим просто на эту работу для того чтобы полюбоваться стишками так как это делаю я уже полгода потому что мы теперь видим каждую из них вот музейное стекло просто спасает эту работу и показывает нам ее в самых-самых деталях не скрывает ни стежки не потрясающие сочные цвета как немного скрадывает их обычное стекло также для новых зрителей хочу сказать что ну вот никак я не могу поймать цвет фона на камеру тот который действительно у меня есть он больше похож на цвет паспарту а на камеру он кажется более теплым более коричневым хотя даже нитки здесь использовали знаете 3787 вот такие вот болотно-зеленоватые в большинстве своем но вот почему-то моя камера хочет сделать этот фон более теплым я вам также показывала максимально приближенный к реальности цвет в соответствующем видео поэтому для меня здесь все очень гармонично и очень красиво люблю очень эту работу свою считаю это оформление самым вообще любимым на сегодняшний день для меня вот и как вы можете заметить этот прекрасный багет валенсия винтаж он имеется в разных разных оттенках в разных цветах и я постоянно его применяю меня есть уже и белый и золотистый и коричневый и вот такой в общем и и окрашенный он и не окрашенный очень люблю его и увидела впервые его на канале белый багет мастер прекрасно оформленном виде была картина запала мне в душу и теперь я оформляю свои работы только в него вот единственное я сталкиваюсь сейчас с проблемой того что уже какие-то остатки на складах остаются и его он из наличия постепенно уходит и так ну полюбовались на мою вот эту прекрасную марию и перейдем к следующей вышивке а следующая вышивка это моя прекрасная см от компании ст вот вы видели ее оформление это вообще первая работа почему-то я показываю ее 3 но это первая моя многоцветная работа выполненная по схеме ст она мне нравится просто безумно она выполнена крестиком на 18 аиде вот и это был настоящий подвиг это был подвиг для меня потому что сейчас я вышиваю в основном петитом и работы летят и вот я вспоминаю как я вышивала крестом это было очень долго и по сравнению с петитом и сложно в некоторых местах вот на пример на вышивке узоров на этом шикарном палантине девушки у меня крестики толкались и игла и порой просто не пролазила в дырочки канвы вот но все это в прошлом очень много косяков у меня был на этой работе пожалуйста проходите смотрите все рассказываю все показываю с какими ошибками я столкнулась но все же какой же это прекрасный результат какая же это прекрасная работа когда я на нее смотрю я не жалею ни об одном о своем решении и все трудности через которые я прошла они все стоят этого чудесного результата она большая она просто потрясающе яркая нежная девушка с нежным румянцем на фоне бесконечно белого мрамора который я вышивала и вышивала и вышивала и не знала когда он закончится но вот сейчас благодаря тому что это восемнадцатая ида что это крест в работа просто потрясающе выглядит визита у меня в зале в самом подходящем месте вместе где постоянно стоят живые цветы в вазе и все это вместе смотрится ну просто потрясающе великолепно работа оформлена вот багет валенсия винтаж без паспарту это багет неокрашенный это мой самый любимый цвет который подходит ко всему по моему вот и конечно же на свои милые см я поменяла стекло на музейная и я боялась что будут видны косяки которые я допустила вышивая эту работу я перепутала цвета на фоне я их многократно распарывала если не распарывала то проходила сверху и это все видно если обычное стекло вскрывало все эти недостатки работа висела на высоте сейчас же она переместилась на уровень человеческих глаз и туда добавлено еще музейное стекло и если близко подойти не знаю вам видно или нет здесь я вижу свои ошибки но справедливости ради хочу сказать что на отдалении их особо не видно переживала что будут видны мои грядки что будет видно все неровности и так далее связано с тем что я неправильно вышивала вот ну они есть и музейное стекло приоткрывает нам их эту завесу вот как на ладони обнажена моя вышивка видно каждый крестик ой иногда даже думаю что нужно снять музейное стекло куда-нибудь на другую вышивку его переместить а сюда вернуть обычное стекло вот но все-таки не буду этого делать моя эсме все-таки сияет всеми красными красками которые здесь на вышивке присутствуют и такую красоту конечно не не на какой-то пиксель скрывать не хочется очень яркая работа очень нежная ну вообще но она остается любимой вышитой девушкой от ст от всех то есть сколько бы я не вышивала прекрасных красавиц это моя самая любимая на сегодняшний момент момент ну мой любимый женский образ и даже в оформлении моего канала присутствует именно эта девушка она также украшает аватарку моего аккаунта вконтакте и не хочу ее ни на кого ни на что менять мне она очень нравится и отражает мои вкусы вышивки и вообще моя любимая работа в общем вот ну и благодаря своей деятельности на youtube мы смогли оформить ее в музейное стекло и наслаждаться этой красотой ошибки есть только фоне вот а в самой девушке никаких ошибок нет никаких полосочек нет грядок никаких бугорков личико и вообще вся девушка вышит у меня безупречно поэтому не страшно смотреть даже через музейное стекло вот ну а фон бывает так ну а далее пойдут работа оформление которых я еще не показывал на своем канале и думаю они долгожданные это значит первая из них это работа миранда по схеме елены петровой тоже вышивала в прошлом году вот такая вот красавица она оформлена уже с музейным стеклом и уже во всей красе перед вами предстает оформлена она в багет валенсия винтаж тот же самый в которой оформлены все работы которые я вам сегодня показываю изначально это был такой знаете бежевый такой бежево-серый какой-то незврачный невзрачный багет как у которого не была подчеркнута лепнина и когда я увидела оформление миранды в него мне показалось что он очень сильный простит эту вышивку несмотря на то что багет очень дорогой деревянный вот но я изначально знала что мы будем его перекрашивать и и также в багетную мастерскую картуш мне выполнили перекрашивание этого багета я просила цвет приближенный к тунике девушки и лепнину подчеркнуть нежным золотистым цветом вот и я получила то что и хотела вот так вот выглядит моя работа изначально и хотела оформить его в золотистый багет классического такого без типа без лепнины в такой багет у меня оформлена картина которая мне писали маслом это я заказывала репродукцию кувшинок от мане вот и в него оформлена это моя картина и я думаю что этот багет идеально подойдет но в связи с тем что на фабрике нео-арт произошел пожар как мне сказали багета этого не было в наличии его нигде не было и только тогда я решила оформлять его валенсию винтаж и вот таким образом выглядит у меня сейчас картина я вообще хотела чтобы лепнина была подчеркнута только знаете вот по краям сделать этот багет как вот расписывают там костяной белоснежный фарфор например да вот каемочки тоненько-тоненько но вот получилось вот так и меня этот вариант очень даже устроил очень красиво по моему получилась работа я не представляю ее в другом варианте оформления золотая рама суда по моему не очень белоснежные рамы кстати тоже не очень подходили потому что они перебивали цвет туники она конечно хоть и белая но не белоснежная вышивается серыми с зелеными голубыми цветами какими угодно только не белыми вот и достаточно тяжело было подобрать цвет но мне кажется что у нас с багетной мастерской картош все получилось работа сейчас у меня висит также в зале над телевизором и я стараюсь постоянно украшать место под телевизором стойку да букетом из белых роз если это лето да там стоят живые белоснежные розы а если зима я ставлю букет из искусственных цветов сейчас очень хорошие получаются в производстве искусственные цветы не отличишь от настоящих и вот я на период когда нет живых цветов я ставлю белоснежный букет из искусственных цветов и смотрится очень гармонично ну у меня дома много цветов и возле каждой картины ну в места где требуются какие-то акценты я стараюсь подбирать букет чтобы было подходяще по цвету и составлял единую композицию потому что картин в доме много очень вот и чтобы это уже не смотрелось каким-то разнобоем я стараюсь каждую картину как-то обыграть вот чтобы хотя бы сохранялся какой-то единый стиль вот и ну вот багет валенсия винтаж он мне в этом очень помогает у меня в зале осталась большая стена незавешенная вот и туда я конечно буду оформлять ну вешать свои самые сложные самые красивые вышивки которые будут оформлены примерно идентично чтобы не было разнобоя чтобы примерно сохранялась какая-то общая идея и организация пространства и вот как раз одним из жителей этой стены который украшает главное помещение в моем доме и является вот это вот шикарная картина розы и флокси от ст в оформлении я вам сейчас презентую эту оформленную вышивку вот я ее оформила совсем недавно в тот же самый багет валенсия винтаж неокрашенный и мне кажется что он подошел сюда просто идеально это идеальный багет я его просто обожаю мне кажется что картина получилась очень гармоничной потому что здесь багет но действительно является просто продолжением продолжением вышивки продолжением фона вышивки потому что здесь имеются цвета которые имеются и на фоне здесь когда падает цвет багет начинает сиять и появляются какие-то нежно оливковые цвета вот когда свет выключен это рама она просто в цвет правой части багета вот сейчас я снимаю это видео и все картины вы видите у меня при искусственном освещении включена люстра на 6 ламп и все картины у меня сияют я хотела снять их в натуральном виде с естественным освещением открыла все окна шторы но в связи с тем что у меня под окном под окнами растет огромное дерево у меня не очень много света получается дневного не не хватает освещения чтобы в достаточном достаточно для достаточно для съемки так скажем и вот приходится включать электричество чтобы показать вот и вот эта вот картина в при включенном свете смотрится вот так а в конце этого ролика я покажу как она смотрится без искусственного освещения я смогла немножко ее тоже поснимать вот ну и как вы видите эта картина у меня сейчас до музейное стекло конечно абсолютно не видно на картине но сейчас вы его не видите по другой причине не благодаря его свойствам вам благодаря его отсутствию дело в том что сейчас на этой картине вообще нет музейного стекла на ней нет никакого стекла это просто безумие какое-то это просто ужас девчонки как я решилась на эту работу без стекла рассказываю я заказала эту работу я заказала багетта в санкт-петербурге он пришел девчонки его собрали я заказала музейное стекло оплатила кучу денег просто это очень дорогое оформление вышло по своему размеру и связи с поднятием те цен на музейные стекла в частности и дело в том что багетная мастерская уже когда я должна была завтра забирать работу позвонила мне и сказала что сейчас огорчит меня просто ужасной новостью я думал что мы с моей вышивкой что-то случилось что она сгорела что и украли что что-то случилось я испытала просто бурю всяких эмоций негативных до того момента пока мне не сказали о том что дело в том в общем вся партия музейного стекла пришла разбитой представляете в общем все чтобы багетная мастерская заказывала все транспортная компания каким-то образом умудрилась разбить и я осталась без музейного стекла и мне нужно ждать следующую партию когда страховая компания выплатит страховку и можно будет заказать еще одну партию музейного стекла у поставщика потому что она была на крупную сумму денег вот но я пошла на встречу багетной мастерской очень очень неприятная для них ситуация вот но они никогда меня не оставляли в беде и я тоже согласилась подождать они мне предлагали сделать сюда обычное стекло потом самим приехать забрать работу на переоформление вот и вставить туда музейное стекло когда она придет вот но я очень и очень хотела показать вам эту работу поэтому я ее забрала и сейчас она висит у меня без музейного стекла мне очень страшно мне очень страшно на нее дышать я говорила что у меня она висит у меня на первом этаже у меня здесь открыты постоянно окна под окнами деревья за окном деревья постоянно идет пыль и я очень боюсь за нее на самом деле сдувая пылинки очень трясусь боюсь но какая же это красота девчонки без стекла это просто шедевр это просто не передать словами какая она классно какая она волшебная работа у меня никогда не у нее не было ни одной вышивки без стекла я никогда себе это не позволю вот свои свои труды я боюсь вдруг выгорит вдруг испачкается вдруг что-то вдруг сын кинет туда яблоко у меня такие вот понимаете фантазии дикие вдруг что-то случится вот ну вот показываю как есть я конечно в восторге как она смотрится без стекла оформление это конечно что там знаю что многие девчонки оформляют без стекла свои работы даже многоцветные и говорят что ничего с не случается но я на это никогда не пойду я жду мне сказали нужно ждать 60 дней примерно ну вот месяц лишним уже прошел и я думаю что скоро моя мои розы и флоксы оденут наконец свою защиту и будут защищены от любого негативного воздействия окружающей среды вот жду жду очень этого момента и вот а пока пока наслаждаюсь вышивкой без стекла но это тоже прекрасный опыт я должна же хоть раз в жизни посмотреть как моя вышивка смотрится без стекла вот поэтому и и этот опыт пусть будет но недолго так скажем ну и вот так вот моя работа выглядит без искусственного освещения и нравится мне намного больше я не вижу вот этой вот полоски которая сияет сверкает не знаю обратили вы на нее внимание или нет я думаю что работа потрясающе смотрится в любом своем виде вот ну вы знаете я люблю все темное мне нужно все темные фоны и так далее и багет продолжение картин должен должен быть темным и вот больше половины дня у меня вот в таком вот виде находится а не знаю такое как шоколадочка такая вот моя шикарная вот такие вот дела работу свою я обожаю надеюсь вам понравилось ее оформление не стал я делать с паспарту свои большие вышивки я не делаю с паспарту потому что размер увеличивается в полтора раза вот и уже туда куда я хочу вешать уже проблематично это будет делать вы спросите меня почему же в моих оформленных вышивках нет в моей предпоследней вышивкой работы тигр стиле гумби а скажу вам одно объясняя в чем дело а дело в том что хотел я его оформить тоже в этот багет валенсия винтаж вот этого же цвета с паспарту от компании берег ничего не хотел красить хотела вот такой вот кругленькую как тарелочку красиво оформить вот но дело в том что этого багета валенсия винтаж осталось на складе только три метра а только на эту работу у меня ушло два с чем-то то есть в наличии уже не было абсолютно этого багета я очень расстроилась моя работа уже натянута стояла и ждала своего оформления я думала что багеты придут в одной у меня партии я заказа ну хотела заказать но его нет в наличии когда он появится неизвестно мне сказали звоните в сентябре возможно будут какие-то поставки из испании поставляются это этот багет вот ну короче остатки я все выгребла на тигра в стиле гумби у меня не хватило я очень расстроилась конечно очень хотела но потом я подумала что может в другой какой-то багет его оформить но знаете что-то придумывать не хотелось здесь нужно было учесть много нюансов в том числе то что я хочу вышивать в пару к тигру воробьев своих в той же цветовой гамме сделанных вот и возможно буду оформлять их уже все вместе эти свои вышивки вот ну если багет все-таки будет в наличии я куплю сразу на две работы несмотря на то что я ее еще не вышила ну пусть лежит я знаю что девчонки в том числе мои вышивальные подруги покупают багет про запас и правильно делают багет очень поднялся в цене это раз и во вторых его вообще нет в наличии и так дорогие мои девочки я надеюсь вам понравилось сегодняшнее видео 5 прекрасных вышивок многоцветных сложных я вам показала показала вблизи все стежки все крестики так как работа смотрится в оформленном виде музейное стекло позволило нам это все рассмотреть еще раз я благодарна всем своим зрительницам потому что это именно ваш можно сказать вклад ваш подарок мне как автор канала кристалл на это вы своими просмотрами своими активными действиями помогла помогли осуществлению моей мечты потому что я переоформила эти свои работы в музейное стекло это огромный огромный для меня шаг это огромный для меня имеет значение также не могу не поблагодарить мою зрительницу екатерину которая также сделала донат на моем канале также вложен он в оформление моей миранды очень очень всем благодарна огромное вам спасибо сейчас копятся деньги на следующие музейные стекла вот но вышивок у меня много года через три-четыре я думаю накоплю и на их оформление это конечно шутка потому что сейчас такому небольшому каналу как мой просто нереально ничего получить youtube вот поэтому дорогие мои друзья никуда музейные стекла от меня не денутся все свои вышивки я буду оформлять с музейными стеклами потому что они того стоят и так дорогие мои друзья я надеюсь вам понравилось сегодняшнее видео благодарю вас за просмотр всего вам доброго до свидания